По новой форме отчетности прошла отчетная кампания очень удачно. Все заявленные в плане графики работодатели, то есть юридические лица, отчитались вовремя, и мы вышли из этой отчетной кампании без штрафных санкций. Значит, у нас закончилась также отчетность по форме РСВ-1, тоже все работодатели отчитались, и тоже без штрафных санкций. Грядет у нас прием отчетности за май месяц, с 1 по 10 июня. Просьба также отчитаться по форме СЗВ-1 в сроки и без предъявления вам штрафных санкций. Значит, наиболее сложная тема, на которой я хочу остановиться, это по предпринимателям, которые не отчитываются в налоговой инспекции о своих доходах. По 2014 году у нас было таких предпринимателей, около 300 предпринимателей, которые не отчитались в налоговую, и нам приходилось доводить их страховые взносы до 138 тысяч рублей. На сегодняшний день мы этих предпринимателей отработали, в связи с тем, что налоговая не смогла выгрузить тех предпринимателей, которые отчитываются по месту деятельности, то есть состоят в налоговой инспекции в Геогинском районе, а отчитываются в другую налоговую инспекцию. Эти предприниматели предоставили нам декларации, мы им аннулировали требования по этим суммам. Есть предприниматели, которые не отчитывались, отчитались, донесли нам декларации. Но у нас зависли около 90 предпринимателей, которых мы не смогли дозваться. Просьба их прийти к нам, чтобы мы аннулировали эти требования. Также у нас в июне месяце будет выгружаться информация по тем предпринимателям, которые не отчитались за 2015 год. Тут сумма увеличивается в связи с тем, что МРОД увеличился в 2015 году и доводится до 148 тысяч рублей. Поэтому просьба тех предпринимателей, которые не отчитались, отчитаться, пускай с просрочкой, но отчитаться по декларации, чтобы мы не выставляли эти требования с завышенной суммой страховых износов.